Приветствую всех на канале Видео энциклопедия Кореусара. Меня зовут Ким Герман Николаевич, я доктор исторических наук, профессор казну имени Альфа Раби. Сегодня я хотел бы анонсировать издание новой книги, посвященной 85-летию, можно сказать, депортации корейцев, а можно сказать, и 85-летие проживания корейцев в Казахстане, Узбекистане и во многих других уголках бывшего Советского Союза и на исторической родине, то есть после 1937 года. Надо сказать, что такое издание, оно совершенно новое, абсолютно новое. И это не есть научная книга, а скорее это справочное такое издание, но особенное. Хотелось сказать предысторию подготовки этой книги. Давным-давно в детстве я взял в руки паспорт моего отца Ким Дин Бина и посмотрел место рождения. Было записано село Тяпи-Гоу. Тяпи-Гоу. Мне показалось это чужеземным, странным, непонятным. Но так это и осталось, так сказать, в детской памяти. А затем уже позже, когда я стал работать над кандидатской диссертацией, отработал архивы дальневосточные, сибирские, наши, казахстанские. И все время натыкался на эти странные, непонятные, казалось бы, топонимические названия. Названия рек, гор, деревень, сел. Но корейские села такие, как Тизинхе, Адими, Паташи, Сидими, Янчихе и так далее. И я тогда еще не совсем понимал ни значения этих названий, ни происхождения, от какого они языка. Это позже стало известно, что многие топонимы, или названия населенных пунктов, или гидронимы, названия водоемов, рек, озер, они имели, значит, происхождение китайское, к примеру. Были там, скажем, и названия и от вот этих вот северных племен, которые населяли, наверное, дальневосточный край. Так или иначе, затем вот в течение 30 лет я занимался тем, что собирал эти материалы из архивных источников, из публикаций, это вот, чтобы составить вот такой вот указатель корейских, значит, поселений на Роском, на Дальнем Востоке, точнее, начиная вот с периода заселения и, значит, образование первой корейской деревни, Тезинхи она называлась, 1864 год, и депортация 1937 года. Значит, таким образом, в этот указатель обойдут не только данные о селах, о деревнях, но и о хуторах, выселках и каких-то совершенно небольших поселений корейцев, несколько фанц, которые лепились русским или украинским селам, селам переселенцев, да, или там казачьим станицам, поскольку корейцы искали защиту тогда от этих краснобородых, хунхузов, то есть вот этих китайских банд, которые, значит, совершали налеты на эти отдаленные деревни, грабили, убивали и так далее, да. Вот я видел, что в разных архивных документах, разных публикациях и рассказах разных людей, но одно и то же, казалось бы, село, она произносилась, писалась по-разному. Допустим, Тезинхи могла быть Тезинхи, родная деревня моего отца, Тяпиго, она писала Чапиго, Дяпиго и Тяпиго и так далее. То есть, ну, иногда даже было затруднение, о какой деревне идет речь, та ли это деревня или нет. Вот таким образом было в преддверии вот этой юбилейной даты, 80-летию, в прошлом году я решил составить вот такой вот подробный указатель корейских поселений, и не только, как я уже говорил, вот деревень и сел или выселков, но и то, что произошло до депортации, то есть середина, конец 20-х годов, это период сплошной коллективизации, когда корейцев сбивали сельхозартели, колхозы, и на месте бывших этих деревень и сел возникли коллективные хозяйства или колхозы с разными тоже названиями. И некоторые, скажем, вот если открывают паспорта своих родителей, если родители родились на Дальнем Востоке, то у них уже в паспорте может быть написано название колхоза. Вот, причем колхозы, скажем, там, путь Ленина, это могло бы там 10 колхозов в разных районах и так далее, да, поэтому нужно было все это систематизировать, привести в порядок, объяснить, да, и локализацию, где это находилось, и происхождение, и количество там, скажем, населения корейского, и так далее, и так далее. Так, в итоге, вот, значит, в оказатель сейчас набирается, наверное, ну, около 400 наименований всех, начиная с крупных сел и заканчивая, там, скажем, маленькими такими поселениями, несколько домов или фанц. Ну, в книге будет также три статьи, одна статья моя большая, вводная, в целом, по истории появления вот этих корейских поселений, их развития и, так сказать, образования колхозов на местах бывших деревень корейских. Затем, значит, вот, одна статья у моего коллеги и друга, профессора Роса Кинга из Университета Британской Колумбии в Канаде. Статья была на английском языке, она об уникальной деревне, которую многие знают, она называется благословенная или на корейском языке Са-Ма-Ли, и находилась в тысячах километрах от основного места проживания корейцев, в Приморье, в верховьях, значит, Амур, куда их выселили в начале 80-х годов. И там образовалось вот большое корейское село, ну, порядка даже до двух тысяч населения доходило. Это особое село и с особым укладом жизни, с большим влиянием вот этого, значит, русской культуры, русского языка, православной религии и так далее, и так далее. Вот об этой деревне Сомали или благословенная, это отдельная большая статья, переведенная мной на русский язык. И вот кроме деревень, вот был только один такой уникальный случай, когда во Владивостоке возникла, вот, скажем, как говорят, Чайна-таун, здесь мы имеем Корея-таун, но никогда не называли Корея-тауном, название было Анин-чон, то есть корейская слободка, она была где-то в центре, а затем царские власти Владивостока решили выселить на окраину города, и там возникла новокорейская слободка, и она известна как Син-ган-чон. Новокорейская слободка, это вот, значит, я написал об этом статье, что вот слободка стала таким хавом для корейской культуры, образования, искусства, и даже, как бы, вот, центром национально-освободительного антияпонского движения. Вот, это три статьи. Надо сказать, что в издании будут приложения, приложения будут составлять из таблиц, и вот, значит, полных списков, где будут просто списки, причем в списках будет написано русское написание этих, значит, поселений, и корейское, то есть на Хангыле. Надо сказать, что издание будет богато иллюстрировано фотографиями, очень редкими фотографиями, картами, и эти карты тоже очень редкие, схемами, графиками, и они касаются вот всего этого периода, с 1864 по 1937 год. Поэтому книга должна быть издана вот с хорошим полиграфическим качеством, на мелованной бумаге, и чтобы были хорошо видны, значит, и карты, и фотографии, да и формат этого издания должен быть нестандартным. Но все должно быть, скажем, необычное, новое, скажем, начиная от обложки книги. Поэтому предстоит еще большая работа, и тут зависит не только от меня, но и от многих других людей, которые могут оказать содействие или помогут в чем-то, и чтобы книга вышла к сроку, то есть к началу главных мероприятий. У нас здесь, в Казахстане, это конец октября, то есть посвященных 85-летию проживания корейцев в Казахстане. Ну, вот я знаю, что в Ташкенте это произойдет на месяц позже, это у них связано, конечно, с циклом сельского хозяйства, у них в ноябре я уже получил приглашение. Поэтому будем надеяться, что все у нас сложится, и книга выйдет в свет вовремя. Продолжение следует...